Это без преувеличения одно из самых значимых событий года в области культуры. Тему национальной политики в России на предстоящие годы Владимир Путин обсуждал этим летом в Национальной Республике. Мариэл – это полиэтничный, поликонфессиональный регион. Здесь живут представители более 50 национальностей – мари, русские, татары, чуваши, удмурты. Добрый день, уважаемые коллеги. Проведение Совета по межнациональным отношениям в регионах стало нашей хорошей, доброй традицией. На этот раз мы собрались в столице Мариэл, веш-короле. Сегодня перед государством стоит непростая задача – сохранить многообразие, при этом укрепить национальную идентичность. Для этого нужно найти то, что объединяет нас всех. Как отметил Владимир Путин, ключевая задача – единая стратегия государственной национальной политики на региональном и муниципальном уровнях. Первая марийская национальная опера «Акпатор» Эрика Сапаева в этом году вернулась в афише музыкального театра в новой редакции. Премьера состоялась в рамках ежегодного фестиваля искусств «Летние сезоны». Открытое живописное пространство Килимарского района, около 100 артистов, клуб исторической реконструкции и волонтеры. Масштабное полотно о легендарном марийском богатыре Акпаторе, участнике Пугачевского бунта, собрало более сотни человек. Внимание артистов сосредоточено на музыке, на действии, и я немножко буду в гуще событий, так сказать, немножко подсказывать и координировать. Что искусство в Морел по-настоящему без границ доказали и артисты театра кукол. В День России в Царевакакшайском Кремле они дали комедию масок «Жак и его слуга» или «Как стать людоедом». На сцене всего 4 артиста и 13 персонажей. Средство перевоплощения – маски и куклы. Формат под открытым небом – это большое преимущество, которое имеет Республика Морел в связи с высоким уровнем вообще театрального искусства в Республике. Если мы возьмем количество театров и количество театральных артистов на одного гражданина, жителя Республики, то это очень хороший показатель для Республики. Глауреат Национальной театральной премии имени Ивана Кирли, Гран-при, спектакль «Марш Акпарса». Эта победа для коллектива Академического русского театра драмы имени Константинова стала знаковой. Постановку «Марш Акпарса» оценили и зрители, и взыскательные жюри. За профессиональное освещение театральной жизни Республики Морел на телеканале «Регион-12». 2017-й стал ключевым и для Константина Иванова. Министерство культуры, печати и по делам национальностей обрело новое лицо. Впрочем, задачи, которые сегодня стоят перед этим министерством, не новые. Впереди 2020-й – год столетия Республики Морел. Значит, работы будет немало. Практически все фестивали нашей республики вошли в эту федеральную программу, будут финансироваться из федерального бюджета. Постановки театров, в частности, театра «Шкитана» вошли в федеральную программу. Значит, гастрольная деятельность театров тоже вошла в федеральную программу. Ремонтные работы в различных пространствах учреждений культуры будут происходить. То есть, вот это все будет двигать, опять же, республику, 18-й год, это будет двигать республику к столетию, к 20-му году. В истории нашего края еще много ненаписанных страниц, которые в будущем обязательно будут заполнены новыми именами и событиями. А сфера культуры будет развиваться и дальше. Сегодня это одна из приоритетных задач. Главы Мариэл Александра Евстифеева и правительство республики.